Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камилы Хайрулина. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Состояло закрытие зимней исторической школы. Опасен ли новый штамм коронавируса? Почему нельзя долго носить одноразовую маску? Пять аспирантов и один студент Казанского федерального университета победили в ежегодном конкурсе научно-исследовательских и научно-практических работ на соискание именных стипендий мэра Казани. Аспирантам единовременно выплатят 30 тысяч рублей, студентам 20 тысяч рублей. К другим новостям. Традиционные новогодние зимние забавы прошли в Елабуге на площадке спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» с участием Набережно-Челнинского и Елабужского институтов Казанского университета. Смотрим. Холодный зимний день не преграда для студентов-активистов. Горячий чай, блины и новогоднее настроение для тех, кто не испугался мороза и пришел, чтобы подвести итоги года. Поздравил всех с наступающими праздниками ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Мы вместе с вами порадуемся завершению года, который был непростым, но мы все выдержали. Более того, в Елабуге за этот период сдали ряд объектов. Самый крупный, вот благодаря поддержке главы администрации, мы запустили школу. Пятая школа была, теперь это университетская школа. А второй объект – это дом научной коллаборации. Но если говорить о набережных Челнах, то у нас заканчивается проект строительства нового общежития. С Новым Годом вас, уважаемые коллеги! Удачи вам и успехов! На праздники памятными подарками наградили лучших студентов институтов. Поздравил их и глава Елабужского района Рустем Нуреев, который также выразил благодарность Ильшату Гафурову за плодотворное сотрудничество. Его след, конечно, великолепный в Елабуге. Многие вещи, которые фундаментально в его период были сделаны системой, сегодня мы этим пользуемся. И впереди нас ждет очень много интересной работы. И надеюсь, что многие из вас останутся в нашем прекрасном, старинном и красивом городе. Спасибо! Также на мероприятии студентов ожидали спортивные и творческие игры. А завершением праздника стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. В Центре опережающей профессиональной подготовки на базе Казанского педагогического колледжа состоялась итоговая пресс-конференция министра образования и науки Ильсура Хадиулина. В ходе мероприятия глава Министерства образования и науки Республики Татарстан сообщил, что на этой неделе в Казани состоится открытие Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, а также Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Казанского федерального университета. К другим новостям. Какие знания смогли получить иностранные студенты в рамках Зимней исторической школы и какой теме она будет посвящена в следующем году, узнаете в нашем следующем сюжете. Состоя закрытие Зимней исторической школы в Болгарии, здесь иностранные студенты со всей России смогли узнать о событиях Второй мировой войны. Участниками школы в оффлайн и онлайн формате стали более 1800 студентов из 20 стран мира. Школа весьма интересная была, насыщенная программа, доклады видно, что были созданы с огромным уровнем знаний и экспертности. Международную зимнюю историческую школу провели Институт международных отношений Казанского федерального университета и Институт культурного наследия и управления на площадке Болгарского музея-заповедника с 15 по 19 декабря. Реализация этого проекта – это огромная работа. Речь идет о выполнении поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который высказал потребность создания целой серии школ для студентов, на которых бы рассматривались очень важные и значимые вопросы, связанные с общественно-политическими интересами. Перед участниками школы на протяжении четырех дней выступали ведущие российские историки, представители крупнейших музеев и архивов, университетов и академических институтов. Все материалы размещены в YouTube и нужно уже пользоваться. И, честно говоря, эти темы сложные, очень значимые и важные. И использовать их и в процессе обучения, и с точки зрения подготовки специалистов, к кружковой работе – это, наверное, одно из самых важных достижений нашей школы. Как отметили организаторы проекта, уже идет обсуждение темы для следующей зимней исторической школы. Ближайшие темы все-таки, скорее всего, будут в основном по проблемам 20 века, потому что эти сюжеты самые политизированные. К сожалению, мы видим, как наши западные коллеги пытаются откровенно искажать и иногда даже фальсифицируют многие явления нашего недавнего прошлого. И именно поэтому тем более важно именно с участием иностранных граждан в качестве слушателей эти проблемы освещать и показывать наиболее объективную точку зрения. В Великобритании зафиксирован новый штамм коронавируса. По предварительным данным властей, он на 70% заразнее. Представляет ли он опасность и может ли мутировать далее, расскажет эксперт Казанского университета. Введение локдаунов, отмена рождественских послаблений и запрет на авиасообщение. Новый штамм коронавируса стремительно распространяется. Изначально он выявлен в Великобритании, позже обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. Тем не менее, сильно пугаться не стоит. Мутации у вирусов являются вполне естественной ситуацией. Это то же самое, что у каждого человека появляются отличия, какие-то определенные особенности, которых не было у его родителей. Поскольку вирусы внутри наших лет являются живыми существами, их геном размножается, то в ходе этого размножения могут получиться определенные ошибки. И если эти ошибки закрепятся, и такой вариант вирусов начнет дальше размножаться, то мы будем иметь дело с новым штаммом вирусов. Всемирная организация здравоохранения отмечает, хотя вирус и стал более заразным, нет никаких доказательств того, что новый штамм сделал его опаснее. Вирусу невыгодно, чтобы его носители умирали. Вирусу выгодно, чтобы его носители распространяли его. Только в таком случае он сможет сохраниться через две поколения. Поэтому общее направление мутаций таких вот вирусов, которые давно у человека имеются, это было увеличение контегиозности и снижение патогенности. Также нет обоснованных доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против нового штамма. Вакцина, разработанная для базового коронавируса, подойдет и для этого. То есть каких-то принципиально новых каких-то форм, изменений в этом вирусе не вырубилось. Это лишь одна из разновидностей того вируса, который был. Не забывайте носить маску, чаще мойте руки и соблюдайте дистанцию, чтобы сохранить безопасность для себя и окружающих. Диана Желенкова, Универньюс. Ученые Казанского университета рассказали, почему нельзя долго носить одноразовую маску. Смотрим. Согласно рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, одноразовые маски нужно менять каждые два или четыре часа. Если продолжать носить ее в течение нескольких дней, то маска превращается в мокрый компресс. С каждым выдохом мы выделяем воду и за час в покое мы можем выделять от 7 до 20 мл жидкости, благодаря перспирации и легким испарению воды. И понятно, что не вся эта вода конденсируется, но какая-то часть безусловно конденсируется на волокнах маски. И это приводит к тому, что микроворсинки начинают прилипать к тканевым волокнам, тем самым увеличивая размеры пространства между волокнами. Помимо этого, если долго носить одну маску, то она становится источником распространения инфекции. По словам ученых, такое средство защиты представляет опасность как носителю, так и его окружению. Также ученые заявляют, что если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты защиты с клапаном или, например, с фильтром. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok